Привет, зрители! Сейчас я сегодня по всяким делам Зашла в один магазин, совершенно непредвиденно И потом ещё в другой магазин Точнее, мимо одного На подходе к Ашану Если идти с часового Справа по борту Цветы, ещё какая-то фигня Ещё какая-то фигня И написано «Чайный двор» Я как-то глянула, смотрю «Чайный двор» Смотрю, там что-то как-то непонятно Вроде одницы И думаю, может вывеска есть А магазин был, да уехал И сегодня я решила на свой страх и риск Туда зайти И оставила в итоге там деньги Вот так взяла и оставила Чё хочу сказать В отличие от того магазина Наш чай или как там оно сейчас называется Где я недавно покупала Пуэр, кстати неплохой оказался Пуэр, который прессованный Который россыпь я ещё не заваривала Я его скидывала в Инстаграм Но не обозревала В смысле на канале Тот магазин, которому я всё время Сделала халявную рекламу А мне потом личные сообщения Выдали такое Ну знаете, когда вы что-то Высказали мнение А кому-то оно чуть-чуть Немножко не нравится И вот вам всячески намекают Изменить своё мнение Я думаю, да Сейчас Хотя товарищ, который Когда-то со мной общался И он друг этой мадамы Которая тут магазин держит Я так поняла Он считает, что это совершенно халявная Хорошая реклама Короче, Тиша нашёл шарик У меня тут ёлочка Вон там гирляндочка Хочу сказать, что Как бы женщина Она мне сказала, что уже два месяца Этот магазин открыт Он довольно такой неплохой выбор Там и на развес Весь чай от 50 грамм Ну в смысле за 50 грамм цена И где-то что-то дешевле Где-то что-то дороже Где-то вот в принципе Довольно такой Неплохой ассортимент Ну конечно это не для тех Вот допустим Лёля Которая дофига всяких разных чаёв Испробовала И мне как бы это всё, что я купила Не особо и надо было Но что-то я вот увидела Думаю, что бы не купить Шапоголик проснулся во мне Скажем так Красивые пакетики Хорошо упакованы Можно купить готовый Какой-нибудь подарок Там даже мёд Ну то, что практически Во всех сетевых магазинах В Ашане Там в прочих продаётся Даже в магните Мёд в суфле Это то бишь Если у вас есть мёд Который вы купили Либо вы пчеловод Как допустим наша семейка С 1929 года рекламля Самусь Самих себя И можно смешать Допустим Мёд с ягодами Мёд с орехами Ну Погуглить в интернете Если надо В какой-нибудь Яндекс.Рецепт Какой-нибудь И самим сводить А можно купить Можно купить И кому-нибудь дарить В общем там вполне себе Можно выбрать Какой-нибудь подарок Для себя Любимой Любимого Любимых И там для своих друзей Знакомых Неплохой Я думаю, что Даже он Выигрышнее смотрится Чем тот Ваш чай Углический Который обзавелся Совочком Конечно, возможно Минус в том Что Но это Очень частый Минус Даже в какой-нибудь Там Унции Не помню уже Где я эту унцию Покупала Короче Даже в той же унции По-моему В Ярике Когда-то была унция В той же В той же контакте Это все Практически Везде Повсеместно По большей части Есть Чай хранится В стекле Стоит Вот на витрине Может быть там Где-то в загашнике Оно стоит Не в стекле Может оно стоит В мешочках Я поняла Сослов Продавщица Женщина Не знаю Как она владелец Но в смысле Точно не мужчина Что они Где-то закупают И вот Молочный улун Найсянь Зинсюан Не знаю На самом деле Там какой Найсянь У них был Но На скалашут Они купили Видимо Как открылись А где-то там 500 грамм Только досталось И этих 500 грамм Уже не стало Там очень много На самом деле Там больше рассчитано На тех Кто вот Ой Улун с какой-нибудь Фигнёй Сейчас я смотрю На сайтах В интернете Улун с какой-нибудь Фигнёй Очень много Где Обычный гуанин Смешивают С чем угодно И выдают Это как Допустим Где-то выдают Это как Легендарный Какой-то суперчай Где-то просто смесь Вот у Ярики Это чай Который С доставкой В Углические Какие-то кафешки Ресторанщики Я уж не помню Как его звать Но я тогда В Ярике была Обозревала Наверное Всё вместе Включая его Может быть В инстаграм кидала Там они Иногда выдают Вот За легенду Какую-нибудь Ну Я так посмотрела Вот в Угличе Вот в этом Лоточке Ларёчке Магазинчике Чайный двор Он более качественный чай Чем в том же Ярославле Ну и соответственно Намного качественнее Не весь Потому что допустим Пуэр императорский Вот на вид императорский Пуэр дворцовый В русской чайной компании Которая предоставлена В ассортименте Ваш чай Он качественнее А тут Ну он Может он конечно На свету стоял Потому так выглядит Но он одинаково Практически выглядит Что вот Который я купила Что там был И они минусом Они не привозят Прессованный Но с другой стороны Они рассчитаны на тех Кто просто любит Вкусный красивый чай Иногда хочет себя Попалывать Или открыть для себя Какой-нибудь там Пуэр С кучей добавок Какой-нибудь там Зелёный чай Чёрный чай Вот Не Притязательных Таких вот Покупателей Которые любят что-то Может быть даже Мнят себя Супер знающими Ну вот кстати Колодца дракона У мадам нету Она вроде как Хотела записать Но по-моему Она короче В итоге Ничего так и не записала Чтобы там На заказать Привезти И Сэкономьте время Наклейте наклеечку Сами Я тут вверх ногами Её наклеила Я увидела Сенчу Сенча 50 рублей За 50 грамм Грубо говоря 100 рублей 100 грамм Я потом уже Подумала Ну как бы 50 рублей За 100 рублей За 100 грамм Сенчи Это стопудово Китайская Но китайскую Сенчу я покупала На озоне Чуть подороже Там 12 килограмм В пачечке было Она даже Для китайской Сенчи была Какая-то никакая Я сейчас Я сейчас пью Зелёный чай По большей части Правда По большей части Пью улун Я так ещё спросила Про улуна Потом Блин У меня же тут Магните Продаётся Этот шеннонский улун Вполне отличный Вообще Может быть Конечно Не няньсянь Зиньсюань Но вот именно Конкретный Такой няньсянь Тут у нас Сенчак Верхногами Китайская Изготовлено И упаковано Трио Конунг Тут наклеечка Такая Классический И элитный Классический И элитный Чай Конунг Я кажется Покупала После Диплома В 2012 Году Когда была Своими Однокрупницами В Тутаеве Был по-моему Там какой-то Конунг Как мне сказали По-моему Как и обычно В те годы Я скупала Очень много всего А потом Магазин Через два месяца Закрывался В лучшем случае В худшем случае Закрывался Совсем Чуть раньше Потому что В Ярике Помню На 6,5 тысяч Купила Всякого разного чая В центре Китайского Долголетия Через два месяца Он закрылся Ну я скупила Там вот Не Я не все скупила Ну там оставалась Как бы Ну прилично Я тогда закупилась Просто у меня Какое-то там Типа мне назначили Помню Свидание Что ли Не понимаю Этих свиданий И человек Нет бы там Ну Помахать и поорать Да Человек там Помахал Как-то вдалеке С моим Минус 13,5 Без очков Это вообще Ну увижу Конечно Короче Я тогда расстроилась Еще хотела Помню Первый фотик У меня был Кассио цифровой Отремонтировать У меня что-то там Матрица глючила Матрица перестала Глючить Но я тогда уже Другой Кассио В итоге купила Центр Кассио Я так и не нашла Хотя в Ярике Как бы мне говорили Что именно в Ярике Он находится И в итоге Смотрю там Центр китайского Долголетия Напротив Зашла и оставила деньги В общем Сенча Вот такой пакетик Стоит 10 рублей Ну 110 Не обошлось Вместе с пакетиком Вообще 360 Я поставила И мне Женщина говорит Типа у вас есть Куда приложить Дома пересыпать Я говорю Вам пакетик Насыплю Думаю Фиг знает Я пока несу В этом пакетике Думаю А это типа 10 рублей Еще там какие-то пакетики Видимо бонусные Но бонусные пакетики Закончили Другие два пакетика У меня халявные вышли Но они рассчитаны Только на 50 грамм Походу Вот тут у нас Сенча Я ее потом заварю Если вам интересно Я сделаю там Какой-нибудь обзор Я помню Что на многие чаи Которые я покупала Даже вот этот Шеннон Я обещала Полноценный нормальный Обзор делать Они Заварила Налила в чашечку И на телефон Уже снимаю И там говорю Что-то вот так вот Конкретно С чайчиками С чайничками Я еще чайнички Свои Обозрю Я хотела до конца года Но у меня до конца года У меня одно дело Которое я уже С сентября Я все пытаюсь Его сделать С октября Его пытаюсь затайпить У меня как-то никак Я хочу Это дело сначала сделать А потом уже монтировать То, что у меня там нависло Особенно эту машину Свою Макаронную И вот ролик С хавчиком В смысле готовка еды В общем Вот такой пакетик Он как бы Вот так вот Можно оторвать И открыть А можно не отрывать Открыть Закончится А что-нибудь еще использовать Выглядит оно Пахнет хорошим Зеленым чаем Там кстати есть По-моему Порох У них еще Вот чисто зеленый чай Еще какой-то зеленый чай Вот чисто без добавок В смысле Очень много чаев Всяких разных С добавками Я как бы Это не люблю Я все-таки Больше уже По оригиналам Ну в смысле Вот чисто По чистым чаям Гуаниня там Значит нету Я уже говорила Да Вот объясняла Человеку Что все эти смеси На самом деле Они делаются На основе Гуаниня Все эти улуны Человек Как бы Ну вообще Я пять с плюсом Поставлю этому Магазинчику Надеюсь он долго Проживет И будет радовать людей И возможно Расширять свой ассортимент Но та Распространенная ошибка Я так поняла Последние пару лет В интернете Просто на всяких Разных сайтах Встречаю Иногда вот лазу Что-то хочу купить На каких-нибудь Новых магазинах Сайтах Которые вот только-только Разелесили Там год назад Или полтора года назад Что улун Это Чай с добавками Нет Это улун Это все-таки Не чай с добавками Ну что именно улун Что улун Бывает только Вот с какими-то добавками Там клубничкой Лимончиком И еще какой-нибудь Требухой Улун изначально Это вот улун Кому интересно Там у меня есть плейлист Моя чайная коллекция И про улуны Я говорила В общем Вот Сейчас я его конечно Уже не буду заваривать Но выглядит он кстати Намного Качественнее По самой Вот даже В скрутке Обработке Чем тот Который я на озоне Покупала Но не знаю Как он будет По вкусу По запаху Он мне горький Мне кажется Чисто такой Или крупно-листовой Зеленый чай Вот Аналог Год Или допустим Тот же порох И что у нас тут Сенча Самый распространенный Известный Сорт Японского чая Я так надеюсь Что человек Который Мой Товарищ По несчастью По скандейту Выполнит Мой маленький Запрос На японскую Сенчу Из Японии Что в принципе Пока я довольствую У меня Вот это И у меня На самом деле Просто заканчивается Зеленый чай Я покупала Там мне В общем Где-то 100 грамм Осталось Пачечка Еще На зеленый чай По определенным Причинам Я поняла Что сейчас Мне нужно Пить именно Зеленый И минимализировать Количество Выпивания Из заварки Соответственно Черного чая Китайская Сенча Удачно Повторяет Все качества Оригинального чая И вносит В него Свои тонкости Лучше бы В него Сила Сначала Листья Обрабатываются Высокотемпературным Паром Затем Высушиваются Горячим Воздухом Из таких Листьев Получаются Наиболее Мягкие По вкусу Душисточие Данный сорт Собирается Только ранней весной Когда чайные Листья Максимально Полны Витаминами И микроэлементами Настой Может иметь Свет От светло-зеленого До золотистого Обладает Освежающим Бархатистым вкусом С легкой Или уловимой Сладостью И весенним Ароматом Ну посмотрим Как он на самом деле Будет заваривать При температуре Вот это вообще Лажа полная 65-85 Градусов В течении 1-2 минуты Попробуйте 65 градусов Водой Залить чай Поделитесь потом В камен Ты заварился Он у вас Или нет Да Мне какой-то Феерический Тут Тролль Попадался Прикиньте Я вообще Я конечно Это веничком Ударила Потому что Уже Даже я Даже в уставшем Даже я В уставшем состоянии Понимаю Что как бы Ну бесполезно Я уже с такими Сталкивалась У меня просто шок Такой был Культурный Что оказывается Бывают чайные Тролли Так В общем Чай Если кто-то Меня из углича Все еще смотрит И вам хочется Зеленого чая Или просто чая Айда В этот магазинчик Он напротив Фашана Перпендикулярно Вот в этом новом доме Который такой Буковкой То ли Г То ли как-то так 110 рублей Еще у нас 110 рублей Правда Наклеечка Там был Ройбуш Чистого Ройбуша Нет Был ройбуш С земляникой И ройбуш С черникой Мне когда-то Давно Ройбуш С черникой Из унцы Присылала Моя подруга Из Питера За мое время Потраченное На нее В определенных Местах Тут у нас Черника Вполне себе Такая крупная Сушеная Но наклеечка От земляничного Как мне было Сказано Там все один в один Только помните Что это черника На самом деле Я начала читать Думаю земляника Земляника А потом вспомнила С земляничным ароматом Тоже этот самый Конок Чайные напитки И фруктово-травяные Смеси Кстати Емейл Конунга Конунг Точка Яр Собака Майл Ру Вот такие Пакетики Идут Ну в общем Бонусом Как бы В них 50 грамм Может влезти Может даже Больше влезти Чем 50 грамм Но 100 грамм Уже туда не влезет И меня еще Так спрашивают Выгодят в подарок Или себе Я говорю себе Ну мне После того как себе Предложили сначала Пакетик посыпать Я просто побоялась Что у меня этот пакетик Не доживет У меня там куча всего Еще была куплена У меня еще Вашан собиралась Зайти В общем Вот такой красивый Пакетик Можно потом еще Куда-то Использовать Что-то в него Насыпать У меня правда Уже тут Наклеечка Может Наклеечку Можно отодрать Наклеечку Кому интересно Ужаснуться Можете По-моему Вконтакте Альбом открытый Какой-то есть Ну Большинство Альбомов Открыто Не только Для друзей Вообще Есть И там Есть Какой-то Где-то Альбом Не помню Как называется Там Фотки Этого чая Вообще Большинство Было На Яндексе Яндекс Фотки Года Два Или Три Переехали Якобы На Яндекс Диск Но Что-то Я Не наблюдаю На Яндекс Диске Своих фоток И как Найти На Яндексе Эти фотки Бывшие Тоже Как-то Проблемно У меня Очень много Было Фотографий Наверное Они как-то Где-то Там Хранятся На самом деле И Вот Как раз Там Баррикады Этих чаев В тот момент Когда у Люли Было Сорок с лишним Килограмм чая Разного Тут у нас Не мелкая Иголка Но В принципе Можно сказать Тут не только Веточки Но и Шкурка Дерево Как бы Нормальный Такой Хороший Я считаю Что Или такой Ройбуш Вариант Или Допустим Длинная Иголка Мелкая Иголка Это Как-то Ну Не то Не сё Вот Моё Личное Мнение Что у нас Тут сказано Его заварка А тут Уже Температура Не указана Какой Хоч Называется Я Прочитаю В общем Заменяя Допустим Демлянику На чернику Ройбуш С черникой Чайный Напиток Из южноафриканского Кустарника С ягодами Черники Чудесным Черничным Ароматом Имеет Замечательный Фруктовый Вкус Богат Минеральными Веществами Флавоноидами Улучшающими Сон и настроение Вечером Как раз Думаю Заварить Не содержит Кофеина Поэтому Можно пить В желаемом Количестве Кофеина Вариации Вариации В чистом В чистом виде Либо Длинные Иголки В общем Он 110 рублей За 50 грамм У меня вышел Вместе с бонусным Бакетиком 110 Вот При нормальных При нормальных Условиях И только Лучше Становится Ну и Вот У нас Тут Молочный Пуэр Мне Когда-то Такой Похожий Молочный Пуэр Первый раз Когда Вообще Дарили Мои Хотела сказать Подписчицы На самом деле Это не подписчицы Скажем так Клиентки В разные периоды Жизни Моей Первый раз Вообще По-моему 2009 Мне Девочка Подарила Чисто так На пробу Прислала Мне так Понравился Сначала Мне понравился В чистом виде Который был Блин Он типа Полезный То есть А потом Я прониклась Скажем так Я 10 лет Знакома с Пуэром На самом деле Я покупала Раньше В каких-то Наборах Конфуция Были такие Плиточки Но может Как-то Не доходило Там Не цепляло Человек Из Ростова На Дону Она Жила тогда Девочка У меня знакомая И Присылала Вот там Изумцы Тут у нас Молочный Пуэр Очень популярный Вид Пуэра С нежным Ароматом Молока Цвет Заварившегося Чая Очень темный Орехового Или красно-коричневого Цвета Со сладковатым Привкусом И послевкусием Содержит Небольшое Количество Процессы Тонизирует Уменьшает Содержание Холестерина В крови Расщепляет Жиры Улучшает Состояние Кожи Заваривать При температуре 95 градусов В течении 3-4 минут Можно Несколько раз Так Условия хранения Классические И элитный Чай Конунг В общем Вот Тут я правильно Не кверх ногами Наклеила Правда Не очень ровно Ну да Ничего Тут у нас 150 грамм Он молочный И что хочу сказать Вот тут вот уже есть Вот эта фишка И сам магазин Значит что популярный Очень популярный Виткуэр Очень популярный Чаи Там очень популярный Вот то что Допустим Здесь какие-то Чаи Чаи Которые К популярным Можно отнести И если вы там Ищите какого-то Изысканного Чего-то Вот там Проверенный Такой Чайман Знаете Кучу всего Пробовали Пробовали Все что Можно Практически И Пакетик И взвешивают При вас Но Вот только то Что оно Хранится В стекле Но Вот в Ярике Оно тоже Хранится В стекле В том Магазине Где я была Ну Неплохой В общем Выбор Ну Вот Чисто Для меня Ваш Чай Или Вот Это Чайный Двор На весах Перевешивает Чайный Двор То бишь Чайный Двор Выигрывает Всем Спасибо За просмотр Всем Пока